Шаблотов, Ходиштов, дорогие друзья, давайте вместе с вами продолжать готовиться к празднику Шаблот. Итак, у нас в жизни есть два варианта, как можно иметь контакт с Богом. Можно пойти в синагогу помолиться, можно пойти поучить Тору. Это такой вот духовный канал наш. А можно, как мы устраиваем, например, в Шаббат, делать большое застолье, Шаббат не трапезы. А в чем здесь идея? Потому что, когда я кушаю, я понимаю, что Бог мне послал эту еду, организм обновляется, он еще раз как бы оживает. И это великий контакт с Богом посредством еды. Это через материю контакт. Итак, мудрецы Талмуда спрашивают, а как же нам вести себя в праздник? Какая должна быть пропорция? Может быть, из-за того, что праздник такой святой, мы будем весь день сидеть в синагоге, молиться, изучать Тору. Но, а как же второй способ контакта с Богом? Как же застолье? А может быть, с другой стороны, будем весь праздник делать застолье, будем кушать и думать, что вот Бог дал нам эту пищу, и наш организм обновляется, есть контакт с Богом в этом мире. Как себя правильно вести? И мудрецы Талмуда, они вот спорят на эту тему, какая должна быть пропорция. 100% в синагоге, или 100% в застолье, или 50 на 50. Говорит Талмуд, что в Шаббат все согласны, что нужно обязательно сделать праздницу 50-50. Будь в синагоге, мы всю ночь учим Тору до Шахарита, на Шаббат, все мужчины, учите Тору. А потом делайте две трапезы в праздник. Это по всем мнениям. И здесь задается вопрос, у нас же день дарования Торы, мы на себя принимаем Тору и еще раз, и еще раз, все глубже, и серьезнее, и основательнее. Каждый год в Шаббат. Почему же в такой духовный праздник все согласны, что нужно делать трапезу? Наоборот, я бы сказал, что по всем мнениям в Шаббат нужно быть в синагоге, занимайтесь Торой, ведь весь праздник говорит про Тору. Почему все согласны, что должно быть 50% для нас, то есть для тела, мы должны делать трапезы именно в Шаббат? Очень интересный ответ говорят нам комментаторы, что Машир Абейну, когда он поднялся на небо, он там был 120 дней, ангелы возмутились. Как ты, Всевышний, даешь Тору человеку? Человек спустит Тору, вот это примитивное, вот это вот такое вот творение, оно будет получать Тору и будет заниматься Торой на земле в материальном мире. И здесь сказал Всевышний Моше, ответим. И Моше им отвечает, что Тору возможно соблюдать именно в этом мире. Именно здесь было египетское рабство, а в Торе написано, я бог ваш, который вывел вас из Египта. Говорится про Египет в Торе. В Торе написано, уважать маму с папой. В Торе написано прощать, в Торе написано не завидовать. А вы ангелы, сказал Моше, у вас это все актуально, вы были в египетском рабстве, у вас есть зависть, у вас есть родители, у вас этого всего нету, и вы не можете соблюдать Тору, как мы люди, потому что у вас нет материального мира. Так им ответил Моше Рабейну. И так он получает Тору и спускает ее на гору Синай. Именно поэтому, говорят мудрецы, в шавуот, в день дарования Торы, мы должны также, по всем мнениям, заниматься материальной жизнью тоже и устраивать трапезы и застолья. Почему? Чтобы вспомнить, что Моше Рабейну ответил ангелам, и он отбил свое право получить Тору, именно потому что мы живем в материальном мире. Ангелы сказали, как можно давать в материальный мир Тору, а Моше Рабейну сказал, наоборот, именно потому что мы здесь живем, именно здесь можно соблюдать всю Тору, и поэтому в шавуот мы кушаем, делаем большие застолья, делаем две праздничные трапезы, чтобы подчеркнуть, что туда попасть, то, что мы называем раем условно, невозможно без этого мира. Тору соблюдать без этого мира материального невозможно. Не завидовать, прощать, помогать бедным. Это все актуально только в мире материальном, в нашем мире, в нашей жизни. Именно поэтому, по всем мнениям, в шавуот, есть заповедь устраивать трапезы в этот праздник и застолья. 50 на 50 ночью сиди учись, принимай на себя Тору, иди много молись, но не забывай про две трапезы, потому что именно потому что есть материя, Тору спускает Всевышний сюда, и именно в этом мире актуальна Тора на 100%, и здесь можно духовно расти, и подняться туда, вот в то место, в Ганн-Эден, куда вот Всевышний изначально хочет, чтобы попали, но через вот этот материальный мир, через вот этот спортзал духовный, в котором мы находимся 120 лет, и именно поэтому мы должны тоже заниматься материальным миром, подчеркнуть вот этот момент в праздник Шавуот. Всем хорошего праздника, продолжаем готовиться к Шавуоту, вместе с Шавуотов, Ходиштов!